Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вновь разговариваем о диких дрожжах. А точнее мы поговорим, так сколько же спирта могут давать эти самые дикие дрожжи. В интернете очень широко тиражируется мнение, что свыше 11-12 спирта дикие дрожжи дать вообще не могут. Это мнение широко распространено, да что говорить, я сама тоже в это верила. До, скажем так, недавнего времени. Более того, мне даже одна дама как-то написала в комментариях, что ой, автор вообще дура и ничего не понимает. И дикие дрожжи свыше 7 вообще никогда в жизни не выбродят. И такое вино сразу же превратится в уксус. Ну, короче. Но есть теория, которая говорит о том, что дрожжи делятся на несколько групп. Я не буду сейчас вдаваться. У меня есть отдельное видео по диким дрожжам, где я более подробно это рассказываю. Но есть несколько групп, и каждая из этих групп дает определенное количество спирта. Еще мы сейчас поговорим об одном мифе. Тоже считается, что если сусла свыше 20% сахара, то тоже такие сусла, они вообще не забраживают. Ну, забраживают. Значит, мой эксперимент я показывала, когда я это ставила. Ссылочку оставлю, если кому-то будет интересно посмотреть. Ну, я уже перелила в другую баночку. У меня была баночка побольше. В общем, значит, какова была суть эксперимента. Я взяла гроздь винограда, раздавила ее, сахар померила. И искусственно довела сахаристость до 28%. 28% сахара могут дать где-то 16,8 градусов спирта. Конечно, забраживает оно, ну, немножко сложновато. Не так быстро, как забраживает то сусло, у которого сахар был 20, но тем не менее забраживает. И мало того, и выбраживает. Да, бродило оно долго, месяца полтора. Да, вот теперь уже брожение закончилось. Теперь уже мы там меряем сахар. Ничего там не показывает. То есть, там спирта может быть 16,8. Но ввиду того, что мы не можем вообще досконально померить, может быть там какой-то 1% сахара остался. Но тем не менее, выбраживает уж точно более 12% и точно более 14%. Потому что, если вот это попробовать, то спирта там чувствуется, ну, очень-очень много. И, ну, различить на вкус где 12 и где 15, конечно, можно не в точных цифрах, но разница слышна. Там, где спирта в районе 11 и 12, вот стандартная маевина, там спирта не чувствуется вообще. Здесь спирт чувствуется очень-очень хорошо. То есть, 15-16 здесь точно есть. Даже если предположить, что приборы, которые там у нас меряют вот эти остаточные сахара, они дают определенные погрешности. Я об этом тоже как-то рассказывала. То, в любом случае, свыше 12, да. И ближе к 15 тоже. Но надо понимать, что на каждом участке, на каждом винограднике состав дрожжей, он разный. И если у меня выбродило, например, до 16, почти 17, то это не означает, что у вас будет бродить так же хорошо. Либо наоборот, если бы у меня выбродило там всего лишь, например, 12 и остановилось бы, то это не значит, что у вас остановится на этом же этапе. Потому что дрожжевой состав, он разный на каждом винограднике. И зависит от очень-очень многих факторов. В принципе, какие там дрожжи живут, от того, как мы ухаживаем за виноградником, как мы его обрабатываем. Мы там можем убить вообще напрочь все. И у нас там дрожжей, в принципе, практически не будет. Ну, либо наоборот, там будет развиваться та микрофлора, которая нам будет давать потом хорошую спиртуозность. Тем не менее, основные выводы. Высокосахаристые сусла, они забраживают. 28% сахара нормально, вполне забраживают. Да, чуть медленнее, чем 20%, но тем не менее, бродит. Хотя очень широко тиражируется, что свыше 20, там 22 вообще у вас не забродит. Забродит. И выбраживает тоже полностью, проверено на себе. При том, что я могу предположить, что в принципе может быть и больше, ну, в зависимости от того, какие дрожжи там попались. И раз мы уже говорим о брожении вот таких высокосахаристых сусел, поделюсь еще одним своим таким замечанием. Когда сахара еще было достаточно много, и он очень сильно чувствовался, спирта было еще немного, конечно, периодически я это пробовала. Так вот, если пробовать сусло, у которого изначально сахар был где-то 20, ну, приблизительно на середине брожения, да, когда спирта 5-6, спирта не чувствуется. Вот у этого даже на тот момент чувствовалось много сахара, и уже чувствовался такой явный спирт, и мало того, чувствовалось прямо-то как горчинка. То есть, ну, очень-очень оно резко было, сейчас уже сахара там совсем не чувствуется, горчинки уже этой нету, и спирт стал, ну, как бы, я бы сказала, что по моим ощущениям, да, он есть, но не такой резкий, как он был вот на уровне этих там 5-6. То есть, если вы изначально насыпаете много сахара, то сахара еще может оставаться много, спирта еще немного, а вам может казаться, что оно уже такое очень сильно спиртозное, нет, на самом деле это обман нашего восприятия, но про вкусовые метаморфозы и вина мы с вами еще поговорим отдельно. Как видите, эксперимент прошел удачно, дикие дрожжи нормально могут сбраживать сахара, нормально могут забраживать высокосахаристое сусло, и могут давать нормальную спиртуозность, довольно высокую. Конечно, все зависит от множества внешних факторов. Использовать дикие дрожжи при брожении, либо использовать культурные дрожжи, это уже каждый сам решает, так как ему удобно, так как ему хочется, так как ему ближе по его каким-то воззрениям. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, делитесь своим опытом. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на другие видео, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!